Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Недавно я рассказывала о редкой породе среднеазиатских собак — тайгане. Этот худой песик издавна помогал охотникам защищать свои поселения и овец от волков. Но в мире есть не только один загонщик серых похитителей овец. Встречайте ирландского волкодава — породу охотничьих собак и одну из самых больших собак в мире. И перед вами далеко не бродячий, не чёсанный пёсик. Издавна ирландские волкодавы использовались для охоты на волков и крупную дичь. Предки этой дворняжки гоняли волков по Северной Европе ещё с 300 года нашей эры. А свою историю этот суровый нордический пёс начал с Египта. Давным-давно кельты привезли с чёрного континента странных борзовидных собак для охраны своего скота от больших и страшных серых волков. Так как условия в Северной Европе и Северной Африке, мягко говоря, немного разные, элегантные гладкошёрстные пёсики постепенно превратились в нечто серое с непонятной шерстью. Именно поэтому выглядит наш ирландский друг непрезентабельно. А первое письменное свидетельство об этих собаках встречается у римского консула в 391 году. Начиная с эпохи Средневековья и вплоть до 17 века, ирландские волкодавы пребывали на волне популярности. Их презентовали послам и восточным вельможам, преподносили в качестве живой платы за оказанные услуги, рассылая собак во все уголки Западной Европы и даже Азии. Конец этому ажиотажу положил в 1652 году Кромвиль. Этот лорд-генерал наложил официальный запрет на вывоз волкодавов из Ирландии, после чего они оказались в вынужденной самоизоляции, спровоцировавшей вырождение и почти полное вымирание породы. Но с середины 19 века интерес к этому типу борзых начал постепенно возрождаться. Так какого же размера одна из крупнейших собак в мире? Несмотря на свою потрепанную шерсть, ирландский волкодав обладает замечательным ростом и импонирующей внешностью. Он очень мускулистый, крепкого, но элегантного сложения с легкими и стремительными движениями. Голова и шея несутся высоко, хвост слегка изогнут, желательная высота в холке у кобелей целых 86 см, а минимальный вес 55 кг. Девушки-охотницы на волков немного меньше. Все эти хорошие мальчики и девочки делали свои плохие дела с серыми санитарами леса на протяжении столетий, спасая сада ирландцев. Впрочем, под раздачу мохнатых гигантов попадали не только хищники, но и лесная дичь, олени, кабаны и лоси. Наверное, такая древняя и грозная порода собак должна обладать жестким нравом. Подумаете вы? Вовсе нет. Данный косматый гигант натаскан исключительно на других животных. Охранник из него примерно такой же, как из лабрадора. То есть, никакой из ирландских волкодавов просто невозможно выдрессировать агрессивных бойцов, да и сторожа из них получаются весьма посредственные. Волкодавы добродушны к людям, но вот с питомцами могут не ладить, особенно с более мелкими, так как волкодавы воспринимают их скорее как добычу, а не как сородичей. Кстати, ирландский волкодав не пустобрех, хотя иногда и не прочь поболтать низким грудным басом. Чаще всего собака подает голос от скуки, когда вынуждена проводить время в одиночестве. А еще представители этой породы медленно растут и становятся по-настоящему взрослыми собаками только к двум годам. В целом, ирландский волкодав — это прямодушный косматый исполин, который охотно поделится с вами секретами самой чистой и искренней дружбы. Рожденный для опасной и трудной работы, сегодня этот грозный гигант немного отошел от дел, не растеряв при этом спортивных навыков и охотничьих инстинктов. Чем же занимается наш сегодняшний герой в 21 веке? Ведь волков гонять уже почти не надо. За долгую и верную службу ирландцы оценили волкодава по достоинству, и собакин пошел на повышение. Теперь волкопес защищает королевскую семью. В Ирландии есть целый гвардейский полк с этими гигантскими собаками. Ежегодно 17 марта, в день Святого Патрика, дамы из королевской семьи участвуют в церемонии вручения трилистника ирландского клевера. Сама королева вручает награду всем этим хорошим мальчикам, так что можно сказать, что эта древняя порода собак заслуженно ушла в 21 веке на безбедную пенсию, лишь иногда подрабатывая фотомоделью в ирландском стиле. О волках у нее остались одни воспоминания. А Вы знаете какая собака в мире самая большая, больше волкодава? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok